Ну что, начинаем мы второй день, вторую шпатлевку. Вот показываю результат первой шпатлевки. Если посмотрите, второй слой обязательно, может быть и третий. То есть задача была забить начально вот эти выбоины, которые обычные при штукатурке, но не допустив никаких ни соплей на шпатлевке, также чтобы не было никаких наростов или там воздуха, то есть такие толстые части. Поэтому сейчас мы будем работать вот с этой частью, но эта часть больше заделалась, чем другая. Здесь мы слой больше наносили, но все равно сейчас мы сделаем, будем наоборот делать. Вчера мы наносили основной слой на гладилку, а потом уже вот, а в конце вот этим проводили. Сейчас наоборот, мы будем использовать нашу гладилку как держатель или как сокол для нашей шпатлевки. А сначала мы пройдемся вот таким образом по всему периметру, а потом уже пройдемся и уже массой с этой гладилкой, массой шпатлевки. Вот использую ее, нанося ее на гладилку. Ну что, а теперь собственно работа, то мы посмотрели результат. Так, вот у нас получилось сколько здесь килограмм, 3,5 килограмма. Получается примерно вот на такой пятачок. Это у нас, сейчас вам посчитаю, именно в размере. Так ты уже первый раз нанес, да? Да, первый раз. А то что я не видела, я отсутствовала один день, не участвовала. Ну получается где-то метр тридцать. Вот метр тридцать идет где-то по 3,5 на 2. Ну или получается два раза, два раза вот этих подходов. Сейчас бы у нас, если посмотрите сколько здесь сейчас есть. Так. Ну четверь, наверное, израсходовала. Да больше немножко, даже половина уже. То есть я бы сказал, что на метр тридцать и где-то 2,70 уходит. Если два подхода, то все-таки вот такое, где-то 3,5 килограмма. То есть что-то вот такое. Так, еще такой лайфхак. Вот видите, у нас сделано все. Лучше перед, ну, пропылесосить. Перед тем, как вот убрать снизу, где наш скотч. Вот так вот здесь, когда я открывал тоже, сейчас видите, кусочки вон упали. Мы их сейчас попробуем вытянуть. Здесь все-таки один кусочек вот такое есть у нас. Место, куда что-то выкинуть. Так, чтобы у нас вот этих не было. Ну все, вот здесь один. Когда мы открывали только в начале, было намного больше. Я сейчас сюда перемещусь, где мы будем мешать. Ну, тоже бы я добавил чуть-чуть холодненькой водички. Чуть-чуть, чтобы взбодрить. Какой-то стаканчик у тебя красивый. А, от йогурта. Ну, туда все в дело, да? И потом, вот так мы. Слушай, а ты мастер-прук, у тебя носки делай. Я первый раз вижу мастера в белых носках. А, они любят без носков часто? Ну, в белых. В общем, наверное, элитный мастер. Вот такая консистенция, как, можно сказать, сметаной такой густой. Ну, здесь мы чуть-чуть водички. Вчера мы добавили где-то 7%. Нет, не 7, наверное. Если 3,5 килограмма, то я думаю, это не 7. Расколкошь. Ну, мы добавили где-то 180 миллилитров воды, да? Так. Сейчас мы унесем. Так, и у нас здесь меменький такой вот. Как-то, ох, здесь еще больше. Так, сейчас надо пропылесосим обратно. Так что, видите, все здесь под руку. Сегодня одна женщина написала в комментариях, она немножко не фонила, зачем нужно вот так укрывать. Потому что, как правило, мало кто из людей делает бетонные потолки. соответственно там можно их мазать но я внесу поправку у тебя было видео как ты укрывал она написала комментарии не понятно о чем видео но как же непонятно если видно как он укрывает как он защищает те части которые не хочешь чтоб запачкались то есть видео было посвящено как укрыть площадь перед началом работы не знаю как можно смотреть что потом задать вопрос о чем видео теперь это мы используем я здесь пока оставлю что там не мешалось мы его используем просто как сокол сокол это такой инструмент который просто держит и вот так удобно было и наносим по периметру вот таким шпателем теперь они всей гладилкой то есть делаем отличное примыкание уже работаем уже с примыканием ну вот видите но вы будете это вымазать потолок поэтому если вы не укроете будет у вас довольно проблемное место и потом вот этой вот этим спать или маленький он гибкий тоже он от пружинивает нам нужно все инструменты которые пружинить сейчас для шпатлевки а вот для штукатурки наоборот там провела потом шпатели фасадные можно использовать там все что жесткое и вот так мы начнем дальше там делать подбираем что у нас есть здесь ведь у нас хорошо нам нужно вот там соединить и дальше идем ну так иногда и при покраске делают сначала делают маленьким валиком потихонечку мы убираем проводим несколько раз чтобы у нас весь воздух вышел потом здесь смотрим где дефектики особенно на углах часто и гладилкой там тяжеловато хорошо подтянуть периметр но таким образом вот здесь у нас есть и стараемся уже используя наш этот сокол запружинить все собрать вот так и идем уже на боковую часть подходим и потом мы начнем вот это видите как можно назвать это соплей или еще наплывом но этот наплыв потом уже гладилкой снимем и пойдем дальше пойдем делать массив шпатлевки вот здесь нашу массу обратно я вот здесь делаю и потихонечку так вниз буду опускаться здесь тоже у нас как правило тоже большинство делают или одним цветом или можно сказать не цветом одной отделкой соответственно и примыкание не так важно а здесь мы делаем все-таки у нас серая примыкает с белым то есть одно это штукатурка гольдбанд и она используется также как декоративка так она будет у нас покрашена штукатуркой гольдбанд потом посмотрите это уже покажу эту технику как сделать как покрасить штукатуркой штукатурку штукатурка да чтоб она была однородная уже после всяких заделок штук после электрики конечно рекомендую электрику делать сразу но у некоторых иногда не бывает проекта окончательного или посмотрят видео где добавляют показано как люди добавляют другие там розетки всякие выключатели переделывают поэтому здесь это возможно пока на этапе пока нет финишного покрытия все можно переделывать а вот уже когда вы шпатлевки подойдете то все уже становится проблемной так вот видите мы выгоняем весь наш воздух стараемся ну и последний такой у нас использование нашего вот этого сокола специального для женщины которая задала что мы делаем сегодня больше экшена скоро будет у нас еще и шлифовка но дефектовка тоже но дефектовку я думаю что она может и не поймешь что это такое это когда вы смотрите под боковым светом где у нас все неровности а я помню эти моменты как я лампу тебе держу да то есть принципе это такое ну нудная такая вещь некоторые как бы могут и не понять что делается люди если кто не нужно я потом эту лампу попробую поддержать ну вот здесь у нас хорошие у нас здесь светодиоды повышенной плотности вверху поэтому мы видим хорошо даже уже можно лампу даже и не держать потому что здесь у нас довольно видно вот так работаем с периметром за некоторых как бы но и для большинства проектов это не нужно потому что там угол они соединяются с друг другом соответственно примыкание не нужно отрабатывать так тщательно там немножко проще все это дело здесь из-за того что разнородные моменты и соответственно вот идем снизу теперь подрабатываем также мы и внизу у нас внизу теневой зазор или теневой такой дешевый плинтус на самый дешевый вариант я потом покажу как с ним тоже поработать чтобы он стал ровненьким то есть здесь мы даже эту комнату сначала просто что который или мы даже и не знали поэтому мы переделывали электрику уже вот окончательный вариант но бы до сих пор не знаю для чего верно что-нибудь придумаем не хитрое потому что надо завершать это же последняя же комната осталась наш не может быть в таком состоянии вот это же он немножко разобрал чуть-чуть картину покажу если та часть квартиры отремонтирована вот здесь вот это ну сколько лет это может быть она же уже больше двух лет дорого что-то такое так и теперь берем уже видите без ничего можно конечно я начну почистить и начинаем уже делать у нас можно одевать наушники кому тяжело вот таким образом делаем и потом идем маску все но здесь получается вот это лучше убирать вот это высохшую часть и куда-нибудь сюда ну или вот здесь желательно под рукой иметь переходим далее и такими же пружинищами не бойтесь там если будет наплывы здесь надо нам сделать все четко довольно тяжелая работа некоторые могут конечно взять шпатель такой длинный для двух рук но это у кого сил там очень много пока на такие варианты не идем зачем она нам надо у тебя же это хобби это ж не твоя работа где ты должен срок объект завершена но здесь как бы несколько даже проблема что если был бы большой объем например для квартиры таких объемов на самом деле ты не особенно когда вы например универсал все это как бы теряет смысл вот видите даже помогает нам я держу здесь чтобы было как бы опора а если бы я не закрыл бы эту стену но женщина не поняла наш может подписчик может зачем такое делается вот видите как она выравнивается и это уже гарантия что не будет пропуска довольно должны люди рассчитывать сам начать ремонтом заниматься силы тяжелая работа вот так мы снимаем то есть воздуха не должно быть но мы сняли не так видите вот эти уже плохие вещи вот эту сухотню мы убираем она уже не поможет а наоборот будет закручиваться показывает уже это такая вот работа по шпатлетке довольно ответственная уже штукатурка менее сложная не она тоже тяжелая но не таким образом так и теперь мы уже переходим мужик массе сейчас накладываем нашу правила и делаем все такое нанесение вот такой же вариант и теперь уже делаем нормальный проход вот отсюда даже лучше снизу идти вот так вот и потихонечку растирываем не бойтесь слой даже 0,2 миллиметра может закрыть все просто представьте вы накрыли лист белой бумаги который где-то 0,2 миллиметра соответственно он все закроет поэтому не надо там делать сантиметровые у этой шпатлевки ограничения рекомендованы 1,2 миллиметра но никогда не забывайте что 1,2 миллиметра имеется в виду что часть шпатлевки еще и в эти впадины должна зайти поэтому здесь смотря что такое миллиметр вот теперь мы разносим и продолжаем но пока мы прервемся я доделываю потом уже показываем результат то есть теперь уже понятно действия все как нужно делать шпатлевку где-то минут десять еще такие видите надо убрать вот эти разводы потому что это неприемлемо можно конечно да там может быть воздух оно просто шлифовалось бы но так все вот эти наросты меньше шлифовать сейчас сейчас шлифовальные принадлежности дорогие особенно если вы используете не это у нас здесь лежит я в предыдущем видео показывал и вот так немножко меньше шлифовать здесь уже видите собирается уже мало сниму вот эти сухую часть вот такие наросты уже их убираем потому что от них потом нам ничего не добавится так ну вроде ну может быть и три раза мы посмотрим будет ли проступание третий раз точно так же делается как и второй единственное что периметр может быть уже не нужно будет а так вот но покажи раз расход сколько после второго нанесения ну вот еще хочу сказать еще на раз и все так какой здесь ну если да здесь уже в принципе более или менее но обратно если будет вот здесь вот эта полосочка поступать не является чем-то таким страшным сейчас мы ее так посмотрим что с ней нужно можно поработать потому что больше краски уйдет на самом деле это не является большой справки когда краски может уйти раз можно и до пяти раз поэтому здесь просто экономия краски важно краска еще дороже чем поклевка все уже можно завершать потому что стало собираться все видите вот это собирание все уже такое значит пересыхание идет поверхности у акрила есть такое свойство иначе оно потом все равно потрескается это свойство вот именно акрила например полимер финиш получше винил еще получше например ротбан паста как бы у нее все равно они все пересыхают так что сильно шпатлевать вы долго не сможете вот видите начало закатываться пересохло я тогда немножко смачу водой для нас это не страшно вот эта часть для нас больше проблем составляет верх потому что нам нужно до уровня кондиционера чтобы все было отлично вот таким образом так закрываем нашу вот эту шпатлевку то есть примерно ну сейчас уже на три килограмма ушло то есть два раза три килограмма самое страшное это когда начинает она вот это завертываться в потлевку это все надо прекращать вот она еще завернулась так сейчас только осторожно вот например видите вот здесь так поэтому вот здесь ну здесь может мы и вытянем я думаю что придется после дефектации вот видите это пузырь вот если видно вот этих их не должно быть их надо убрать так ну вот таким образом все шлифуем написано у производителя 2-4 часа и можно заново делать я бы не стал делать особенно вот видя вот эти завертывания что через некоторое время начинает завертываться если оно влажное вы еще раз проходите по ней поэтому я бы не делал бы такие дела а дождался бы как производитель пишет 24 часа это его точная сейчас еще температура комфортная для высыхания еще и отопление такое не включено и на улице тепло и не жарко как летом температура в принципе для высыхания а если летом то очень тяжело работать потому что она будет у вас и самим тяжело физически и сушиться будет очень быстро высыхать потом вот эту нам нужно видите она вот грязная я делаю примерно вот так вот беру и вот сюда засовываю перчатку тогда она лучше и соответственно и опять у тебя все сделала у банка от воды 5 литров да если вы видите вот это обрезал так чтобы она все таки не разбрызгивала по сторонам и вот так вот довольно такими вот видите действиями основную часть вот так нам нужно убрать ну еще а потом уже еще и под водой ну а потом насколько я помню еще бумажное полотенце да но это уже после того как мы помоем все чтобы она у нас не ржавела просто ржавчина если еще здесь ржавчина будет ну я надеюсь что после шлифовки будет все нормально я думаю что если что немножко подделаем такой образ единственное у нас еще есть краска белая которая может и шпатлевать ее можно например наносить если будет где-то дефектики вместо виниловой например краски вместо виниловой шпатлевки как правило это ротбан паста или юнис паста сейчас еще есть вариант используя такие мелкие дефектики после шпатлевки убираются но у нас есть краска пластиковая от Винсент компании она через две недели становится пластиком и даже можно шпатлевать она очень такая как бы гибкая как резиновая но она реально становится пластиком так что в некоторых есть обзоры этой краски у меня на канале но там не краски а вообще стен какими различными вариантами у нас отделка поэтому можно посмотреть ну потом если что можем отдельное видео для напоминания сделать если будешь ее использовать покажем как на стене а или люди могут особенно писать в комментариях каких видео мы можем там и в комментариях добавить да если возникнет какой то вопрос вы напишите мы потом ссылку на видео дадим вообще в плейлисте ремонт у нас много видео да или например на ютуб это искусство делает там как веселые так и невеселые всякие да как наша жизнь наша жизнь состоит из белых и черных полос из радости и печали ну точно так же и с ремонтом где-то что-то получилось где-то нет ну и теперь вот здесь мы убираем вот это все прямо я думаю что вот сюда мы можем почистим то есть чистка очень важна потому что на следующий день или в следующий раз хоть это и не ржавейка но все равно пока она еще не так взялась ее легче почистить так аккуратненько чистим и шлифуем а потом уже в воду опустим ну завершаешь на сегодня уже сейчас я покажу людям весь экшен потому что ну вот как у нас первые мастера еще были давно они могли покинуть инструменты в ведро с водой и уйти на неделю и уйти еще туда и бычки могли кинуть то есть они еще и курили то есть пока один мастер был вообще ночной кот он только ночью делал а потом спал да потом мы приходили а там все криво потому что видимость ночная не такая он же лампу не держал как мы с тобой держим плюс на нас спал и у него бычки прямо в ведро падали да с замесом закон гравитации был и они опускались в ведро силой притяжения ну здесь достаточно иметь одну перчатку две можно и не обязательно для этого это уже для краски желательно уже две хотя я думаю что можно попробовать вот такую она просто легче иногда снимается чтоб что-нибудь взять уже рукой без перчаток вот я показываю у меня весь процесс мойки инструментов потому что это довольно такая вещь некоторые ее игнорируют так тем более хорошие инструменты сейчас тоже проблема даже вот посмотрел в магазине в котором я покупаю у нас в Белгороде там укрывочных материалов нет наверное куда-то в другое место или кто-то их закупил в больших объемах осталось только вот это 20 метров на 55 сантиметров так что куда-то ушло так и последнее вот так вот сегодня весь такой процесс ну конечно мы все не показали как мы весь всю весь массив наносили ну большую часть наверное процентов 80 увидели поэтому как бы полное понимание уже как шпатлевать я надеюсь будет плюс этот акрил можно использовать и для декоративной отделки если нанесете еще и например кисточкой какие-нибудь какие-нибудь полосы уже можно будет мрамор создать плюс потом отполировать вместе с воском до глянца то есть до такого стеклянного глянца и будет у вас прямо мрамор настоящий какой-то архитектурный дизайн я даже не знаю ты такой можешь кисточкой рисовать ну это брать какой-нибудь рисунок мрамор не трафарет просто брать как бы что-то пытаться я просто знаю твои умения в рисовании я не планирую сделать у нас нет таких заказов у нас заказы только на белые стены и на серые поэтому мы специализируемся на белом и на сером ну вот вот так грубая помывка была произведена теперь идем еще под краном как бы уже чистовая помывка и потом протираем бумажными полотенцами принцип понятен неужели под краном будешь показывать ну да под краном не будем и по мрамору сейчас можно в принципе и вот это если вам очень как бы хочется даже вот этот вариант уже можно даже и оставить не шлифовать можно и такой вариант взять уже такой как бы ну шерстяной полироль и еще даже джинсами иногда надевают на полировальную машину и уже можно заполировать эту поверхность до глянца и будет такое уже интересное как бы даже вот проступание ну оно сейчас высохнет уже не будет проступать соответственно вот это будет такое глянцевое интересное уже вечно и не будет такой вот как бы вылизанный вариант потому что некоторые любят вылизанный вариант но надо помнить что стены от покраски портятся очень быстро ну оно и обои расслаиваются друг от друга отходят поэтому тоже не вечно и желтеют и сереют обои и может какой-то там шпатлевки но помните каждый последующий финишный слой он дороже предыдущего поэтому чем если вот вы штукатуркой она более дешевая заделаете вот эти крупные вот такие заплаточки сделаете меньше у вас шпатлевки уйдет то есть все на этом строится соответственно вот это уже стена может быть готова заполирована и как бы уже можно использовать ее так что такое можно потом воском можно и лаком потом скрыть но лак имеет нюанс лак сложнее как бы потом что-нибудь еще дополнительный слой потому что это уже готово также и для любой декоративки тоже там и шелк и любое то есть вот эти два слоя уже достаточно единственное потом грунт такой с крошкой нанести и потом уже можно наносить различные декоративные поверхности а можно оставить все вот так и заполировать а можно даже не полировать а только интерьерной грунтовкой вот так пройтись вот такой альпо праймер а уже после альпо праймер можно всегда переделать на любую другую поверхность или как бы реставрация тоже очень хорошо делается после грунтовки ну все надеюсь вы с нами останетесь а те кто первый раз смотрит подпишется и почерпнет некоторые полезные идеи ну и совет там предыдущие видео были как ты начинал можно просмотреть там же они у тебя под нумерацией можно посмотреть с самого начала некоторые являются как бы рассказом как делать но это тоже очень полезно потому что некоторые не понимают а что ты делаешь в описании да 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 ну и описание всегда даже первое видео оно как бы рассказывает о проекте потому что если вы не представите что вы хотите ну в конце то и нечего как бы начинать до скорых до следующей части до встречи до встречи до встречи